Здравствуйте! На телеканале Арифей Пермь программа гражданин депутат. Как обычно по понедельникам мы в этой студии встречаемся с депутатами, пытаясь понять насколько эти самые наши народные избранники являются заложниками современной российской политической конструкции. Состояние ли они выходить из тех рамок, которые эта самая политическая конструкция им предлагает? Наш сегодняшний гость депутат Пермской городской думы Владимир Плотников. Владимир Иванович, добрый вечер! Здравствуйте! Для телезрителей мы работаем в прямом эфире, но не по телефону. Ваши вопросы принимаем в твиттере, ссылка у вас на экране. Пишите, будем эти вопросы читать и передрисовывать нашему гостю. Давайте о нем сначала несколько слов. Маленькая биографическая справка. Владимир Плотников. Публичной политикой активно занялся в 2003 году. В 2004 стал депутатом Заксобрания области. Входил в оппозиционную депутатскую группу гражданское общество. В 2006 участвовал в выборах на пост мэра Перми. Был снят с дистанции. В 2011 избран депутатом Пермской городской Думы по одномандатному округу номер 4. Беспартийный. Цитата. Я всегда чужой, потому что я говорю то, что думаю. Хотя я стал гибче, это раньше я был прямолинейный как рельсы. Сейчас я начал немного играть в шахматы. Не могу сказать, что я чья-то марионетка. Я никогда не был человеком, которому можно сказать упал отжался. Правда чужой? Это цитата из вашего интервью одному из сайтов буквально двухмесячной давности. Вы знаете, как сказать чужой? Я просто хочу сказать, что я всегда стараюсь думать, делать то, что я считаю нужным. Стараюсь в первую очередь отстаивать интересы своих избирателей, простых людей. Потому что я из простой семьи. Я знаю, как живут простые люди. И когда я вижу, как они живут... Слушайте, что значит прямолинейный как рельсы? То есть вы коллег, простите, вы вне политической логики каким-то образом пытались работать? Вы пытались жить по житейской логике? Нет, я хотел жить так, как оно должно быть по закону. Но, к сожалению, у нас не всегда воспринимают закон такой, какой он есть. Слушайте, не получается. Закон всегда поворачивают так, как кому-то это нужно. Ну вот смотрите, странно. Последнее заседание Городома. Да? Принимается очень странная история с повышением цен на проезд на 1 рубль. Вы можете мне пояснить это решение? И вы за что голосовали? Ну, я был против этого решения. Я воздержался. Я не поддержал это решение. Потому что месяц назад я вышел с предложением, чтобы остановить... Раньше хотели тариф поднять до 14 рублей. Я был против этого. Почему я был против? Потому что, в общем-то, не было никакого обоснования, чтобы поднять цену до 14 рублей. Те деньги, которые администрация города доплачивает перевозчикам. Это примерно около миллиарда рублей. И вы представляете, на эти деньги я предложил купить автобусы, сделать муниципальный транспорт и сделать возможность для наших студентов, учащихся пенсионеров, сделать бесплатный проезд льготный. И тогда можно было уже думать, как-то сделать так, чтобы в первую очередь решить вопрос по транспорту. Потому что вы видите, какой у нас хаос. Возьмем Комсомольский проспект. Есть специально выделенная полоса. Идет два автобуса, которые идут друг за другом по этой полосе. Нет где-то с левой стороны... С другой стороны, конкуренция перевозчиков позволяет нам держать цены низкими на проезд. Конечно, конечно. Вот за это же то, что, допустим, нет никакой необходимости поднимать цену перевозчикам. А вы предлагаете муниципальное предприятие заново устроить? Ну, а муниципальное предприятие, понимаете, если эти деньги мы будем доплачивать, я имею в виду, за льготные проездные, которые пользуются наши льготники, по крайней мере, мы будем знать, куда эти деньги идут. Слушайте, давайте сейчас дотацию уберем. Мы можем убрать дотацию? Нет, мы не можем. А сейчас получается, что мы доплачиваем перевозчикам. Мы видим, что все равно там не так все прозрачно. Существует какая-то коррупция. Не все люди, которые хотят участвовать в этих конкурсах, всячески пытаются конкурсы делать под определенные компании. Это всем видно. Это понятно, что чиновники лоббируют интересы каких-то перевозчиков. Лоббируют? Лоббируют, конечно. Вы видите это? Я вижу это. Вы говорите им об этом? Мы говорим. А коллеги ваши? И коллеги тоже говорят, и коллеги тоже видят. Но нам пытаются рассказать, на бумагах объяснить, что подорожал бензин, что все плохо, и что уже 3,5 года у нас не поднимались тарифы на проезд. И вот в других городах начинают говорить, в Екатеринбурге 23 рубля, в других городах 15, 16, 20 различные. Что у нас один из самых низких проездов. Но для меня это не убеждает, потому что эти деньги идут, я еще раз говорю, перевозчикам. Я думаю, что заинтересованные чиновники тоже имеют, видимо, с этого. Слушайте, объясните мне историю, и не только мне, тут уже вопросы пошли в наш твиттер, объясните историю с вашим видом на жительство. Она для меня совершенно непонятная. То есть сначала прокуратура обращает, говорит, ребят, Владимир Иванович Плотников нарушил закон, давайте снимем с него депутатский мандат. Владимир Иванович Плотников идет и сдает свой вид на жительство. И как бы на этом, по идее, история заканчивается. Скажите, то есть вы вид на жительство, вы все-таки выбрали статус депутата Гордума. Ну, во-первых, вид на жительство в свое время я получал для того, чтобы передвигаться по Европе. Давно получал? Я являюсь вице-президентом 13 лет назад. Слушайте, подождите, а 13 лет назад? Угу. И то есть, его не надо было, может, его надо было сразу когда-то сдать? Пусть тянули-то. Вот когда в 2011 году я баллотировался, я заполнял декларацию, там было написано, имеете ли вы двойное гражданство. Я, там, ну, вид на жительство, это не гражданство. При виде на жительство человек не имеет права голосовать, ничего. Такого вопроса мне не задавалось. Потом, когда полгода назад, когда полгода назад, в общем-то, я задал острые вопросы администрации городской, и был снят Заварзин, заместитель главы администрации, вот у меня начались вот эти дергания в прокуратуру, там еще что-то там. Что такая мелкая... Что вот у вас оказывается вид на жительство, там вот, ну, пожалуйста, я отказался от него. Если это нельзя, значит, я отказался. Я считаю, что если это мешает быть депутатством, хорошо, я буду работать, и нет вопросов. А вот скажите, ваш коллега в ЗАЭСе, Александр Телепнев, предложил устроить массовую проверку всех депутатов при камне на эту историю. Инициатива как-то через два же дня, она как-то вот... Ну, потому что там есть тоже у людей, у кого есть вид на жительство. Есть. Ну, я думаю, это какой-то определенный, этот, как бы, понимаете, крючок, за который людей держат и говорят, вот, делай так, вот, как я вам, как вы вначале прочитали, упал, отжался. Упал, отжался, или стой здесь, или мы вот там начнем. Слушайте, подождите, за такой мелочи, как вид на жительство, можно кого-то из крупных ваших коллег, как вы говорите, держать на крючке? Ну, я не знаю, много же различных вариантов. У кого-то бизнес, у кого-то вид на жительство, у кого-то там, не знаю, там еще что-то, там, какие-то интересы. Слушайте, а это важная штука, вид на жительство? Да нет. Нет. Ну, а что он дает вид на жительство? Он ничего не дает, кроме того, что передвигаться, там, допустим, спокойно по Европе, и все больше никакого, там, ты не гражданин, ты ничего. Слушайте, ну, инициируйте на региональном уровне, там, льготу для, там, поправки в закон о выборах. Да нет, ну, это ерунда, в принципе, об этом даже не стоит говорить, я считаю, что это так. Слушайте, как не стоит? Вы смотрите, Владимир Иванович, по формальным признакам, я подчеркиваю, по формальным, да, не по сути, вы, там, и ряд, возможно, ваших коллег, подчеркиваю, возможно, где-то по мелочи нарушаете закон, да, пусть его формальную сторону, пусть даже дурную, да, это, ну, это неправильно для людей, которые законы пишут. Неправильно, конечно. Поэтому, может быть, изменить положение просто, которое бессмысленное. Я думаю, это, наверное, депутаты Государственного Дума могут, это же инициатива от федеральной власти же идет. Поэтому, я думаю, это вопрос туда. То есть, а вы все-таки избирательное рвение прокуратуры связываете вот с вашими какими-то критическими выступлениями в администрации? Да, потому что год назад впервые за всю историю городской думы не был принят бюджет городской, потому что я возмутился по поводу фоков, потому что людям было обещано построить фоки во всех районах города, там огромные средства были на это выделены, очень много денег было уже потрачено на это, а ВОЗ и ныне там. Поэтому, конечно, видя то, что говорят и не выполняют, меня как человека, как депутат, человека, которого люди делегировали, отстаивать их интересы, конечно, мне это не нравится, и я не молчу. Кстати, о фоках, потому что меня просили, ты уже лично мне писали, просили вам задать вопрос касательно спорта вообще, и фоков в частности. Понимаете, в этой истории тоже мало кто может рассказать.